Мини-приложения ВКонтакте бывают разными, но мы здесь с вами для того, чтобы научиться их создавать. Меня зовут Саша и сейчас мы разберем, что вам может потребоваться и из каких этапов будет состоять разработка вашего сервиса. Разрабатывать свое первое мини-приложение вы можете как в одиночку, так и в команде. Не важно, решите ли вы создать сервис для себя или для всех пользователей социальной сети. Рекомендуем двигаться вам постепенно, шаг за шагом. Именно в такой последовательности далее будут размещены модули курса для того, чтобы вы смогли качественно проработать свой сервис. Этап 1. Придумайте идею. Вообще идея или задумка приложения это то, что будет привлекать пользователей и то, зачем они будут возвращаться. Подумайте, кто будет вашей аудиторией, какие механики будут их цеплять. Посмотрите вокруг, включите фантазию, выберите, что будет интересно реализовать именно вам. Этап 2. Создайте прототип UI вашего сервиса. Для первых мини-приложений вам может быть достаточно блокнота с ручкой, но если вы имеете опыт работы с Figma и навыки создания пользовательских интерфейсов, это будет огромным плюсом. Этап 3. Перейдите к реализации вашего сервиса. Уже с первого дня ваше мини-приложение может стать доступно пользователям по ссылке. Это очень удобно в случае, если вам нужно протестировать гипотезу с помощью вашего сервиса. Важно помнить, что мини-приложение ВКонтакте это веб-приложение. Для разработки может быть достаточно базовых знаний HTML, JavaScript, CSS. К слову, бесплатный хостинг статики ВК Миниапс поможет вашим миниапам быстрее открываться и сэкономить деньги на сервера. А если без бэкэнда в вашем сервисе никуда, то не будет лишним знания PHP или Node.js. Также вам может потребоваться облачный сервер. Вы можете использовать тот, который будет вам по душе. Этап 4. Протестируйте ваше мини-приложение. Вряд ли пользователи захотят возвращаться в сервис, который работает некорректно. Согласны? Не забудьте проверить его на уязвимости и устойчивость к нагрузке. Особенно, если вы ожидаете большое количество пользователей. Этап 5. Отправьте ваш миниап на модерацию, если вы хотите разместить ваш сервис в каталоге, чтобы он был доступен всем пользователям ВКонтакте. После прохождения ревью вам станет доступно еще больше инструментов для возврата и привлечения пользователей. Подробно о правилах и процессе проверки мини-приложений расскажет команда модерации ВКонтакте. Далее в нашем курсе. Этап 6. Мой любимый. Монетизация. Будет интересен тем, кто не хочет просто попробовать себя в разработке, но и заработать на свои идеи. Начните с подключения рекламы и в зависимости от механик вашего мини-приложения продвигайте цифровые или физические товары и услуги. И последний. Седьмой этап. Подумайте, как развивать и продвигать ваш сервис. Попробуйте. И может быть ваш сервис превратится из проекта для портфолио в настоящий бизнес.